Жизнь в ритме Рахманинова. Именно об этом мечтает выпускница колледжа имени римского Корсакова. Нотами и гаммами Анастасия Кузнецова увлеклась в детстве. Дома была пианино. Девочка буквально грезила инструментом. И, закончив музыкальную школу в Кропоткине, переехала в Краснодар. Это мое. Я совершенно не представляю, как бы я смогла без этого прожить. Как и большинство учеников колледжа. Учебному заведению 113 лет. Оно не прекращало работу даже во время революции, гражданской и Великой Отечественной войн. Его выпускники – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Среди них есть и выдающиеся личности. Сейчас здесь раскрывают потенциал около 400 учеников. Занятия проходят в двух корпусах – старом и новом. Сегодня вице-губернатор оценила состояние учреждения и пообщалась с будущими артистами. Чем ты будешь заниматься, как-то вырастешь, закончишь? Хочу учителем быть в музыке. В музыкальной школе, надеюсь, что маленькие детей обучать. Мой учитель меня обучил, я хочу передавать знания. Именно уникальные знания и привлекают студентов со всего края. Сами же корпуса нуждаются в обновлении. Изначально здание не возводилось, как учебное заведение. Коридоры здесь узкие, а классы небольшие. Но главные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием. И студентам есть на чем проявить талант. Сколько вы получили новых инструментов? Сейчас мы заказали, если фортепиано интересует, то три. А сколько всего у вас здесь фортепиано? Сколько фортепиано всего? Фортепиано больше 60. Здесь на территории училища? Да, новое и старое здание. У нас фортепиано-отделение там. Но здесь в каждом классе, естественно, есть фортепиано. Два корпуса хоть и находятся рядом, но это неудобно. Чтобы перейти из старого в новый, нужно выйти на улицу. Вице-губернатор осмотрела территорию колледжа и место, где предполагается возвести еще одно здание – площадью 5000 квадратных метров. После такой модернизации учебное заведение сможет принять в два раза больше талантливых ребят. Сегодня назрела необходимость серьезно заняться проблемами нашего главного музыкального училища Римского Корсакова. Одному из зданий больше 100 лет. И, конечно, учиться в таких стесненных, во-первых, условиях, во-вторых, объективно, условиях далеких от нормального процесса обучения нельзя. Поэтому губернаторам было принято решение о том, чтобы мы рассмотрели возможность строительства дополнительного корпуса к училищу. Вице-губернатор пообщалась со студентами, которые поделились планами на будущее. Они рассказали, что с удовольствием остались бы в Краснодарском крае и поступили бы в консерваторию, если бы на Кубани было такое профильное учреждение. Анна Менькова пообещала рассмотреть этот вопрос. Возможно, ВУЗ появится на месте старого корпуса колледжа. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.